Калорийность этого блюда в 2-3 раза вырастает. Индекс гликемический намного выше, чем у самого сахара. Крахмал еще туда добавляют. Он сам по себе очень калорийный. Понятно, что калорийность вот этого кусочка мяса вырастет примерно в 1,5-2 раза. Лето солнце, пикник шашлык, а потом некоторые жалуются, что за выходные появился лишний вес. Как этого избежать? Какой он рецепт шашлыка, после которого не появляются лишние килограммы? Эти вопросы мы сегодня задаем специалисту по питанию, нутрициологу Юлии Антоновой. Очень хороший вопрос, потому что на пикниках действительно можно не набирать лишний вес, если мы знаем, как выстроить наш пикник. Например, если мы берем не свинину, жирное мясо, а какое-то более-менее постное мясо. Это может быть грудка любая, либо куриная, либо от индейки. Это может даже быть нежирная говядина. И если мы мясо замачиваем, например, в кефире, в нежирной сметане, в ряженке, то мясо получается очень-очень мягкое, особенно если оно ночь полежит, с какими-то специями и великолепно подойдет для шашлыка. Человек, который не любит и не ест мясо, он может также сделать овощной шашлык. Тоже подойдет. А из-за чего все-таки возникает лишний вес? Ведь это не новогоднее застолье, когда мы засели на неделю и не выходим из-за стола. Все-таки мы передвигаемся, иногда удается искупаться в озере или в речке. Мы на свежем воздухе. Почему все-таки этот лишний вес приходит? Почему на шашлыках люди могут набирать вес? Ну, во-первых, очень часто люди маринуют шашлык, мясо маринуют майонезом. Да, само блюдо получается жирное и высококалорийное. И к шашлыкам очень часто используют алкоголь разного вида. И когда человек пьет алкоголь, он сам по себе очень калорийный. И в этот момент еще такое притупляется чувство сытости, и человек съедает больше, чем ему нужно. А, кстати, я все время хотела спросить, а почему все-таки алкоголь калорийный? Некалорийный мы можем считать только воду. Остальное все имеет калории. То есть калории имеют жиры, белки и углеводы. То есть везде есть калории. А так как, например, вино делается из винограда, то, понятно, виноград это ягода, там есть калории. Там есть сахар, да? Конечно. Если мы говорим про пиво, то пиво помимо калорийности имеет высокий гликемический индекс. Мы, кстати, об этом уже как-то говорили в передачах. И у пива индекс гликемический намного выше, чем у самого сахара. То есть он повышает сахар в калории пива, когда человек пьет, намного выше, чем просто человек ложкой ел сахар. Отсюда и набирается вес потом. А насколько я помню, да, лишний сахар, который у нас не перерабатывается, не усваивается, он как раз что и становится жировой тканью впоследствии. Если все-таки хочется алкоголь, например, поговорим про вино, да? Вино тоже, как и весь алкоголь, калорийное, но можно сделать напиток, который называется шприцер. Шприцер – это вино, напополам с водой разбавленное, еще можно туда кубики льда добавить и пожалуйста. А можно ли как-то к этой трапезе подготовиться? Может быть, неделю не есть практически или есть поменьше? Как вот в день пикников, шашлыков, может быть, не завтракать? В общем, как правильно все организовать в течение дня, чтобы не съесть лишнего? Трапеза абсолютно нормальная, поэтому как-то особенным образом подготавливаться к шашлыкам не стоит. То есть у нас также выстроен весь день. Если шашлык – это обед, например, да, или это ужин, то у нас обязательно должен быть завтрак, обязательно достаточное количество воды, обязательно перекусы. Часто в качестве десерта на пикниках выступают сезонные фрукты и ягоды. Как правильно употреблять их, чтобы не потяжелеть на следующее утро? Я бы рекомендовала не сразу после еды их есть, а чтобы промежуток какой-то времени прошел, только потом их поесть. Почему? Потому что мясо, например, переваривается очень долго, там, несколько часов, фрукты быстрее. И если мы после мяса сразу поедим фрукты, процесс переваривания мяса дольше, фруктов быстрее, и они начинают там бродить. И это некомфортно, это может быть вздутие живота, некомфортно будет, поэтому фрукты мы едим просто отдельно. Не сразу после мяса десерта, как отдельный прием пищи. Да, вот, кстати, я слышала такую теорию, когда фрукты едят вообще перед, а не в качестве аперитива подаются. Да, я так рекомендую делать. А еще такой вопрос. Часто шашлыки ассоциируются с кетчупом, с соусом. А насколько я знаю, у тех, кто занимается правильным питанием к соусам, всегда отношение настороженное. Почему именно так? Так, кетчуп, который продается в магазине, нужно смотреть состав. Если там много сахара и соли, а в большинстве их действительно это так, крахмал еще туда добавляют, то я бы не рекомендовала его. То есть, если человек, у него есть домашний кетчуп, он сам приготовил, то, пожалуйста, пусть он будет абсолютно нормально это. А именно в кетчупе самое страшное – это сахар, соль, крахмал, да, получается? Ну, в таком магазине. Вообще, я бы сказала, в соусах. Даже когда мы приходим в ресторан, блюдо может быть хорошее, да, но с соусом, когда поливается, сразу же калорийность этого блюда в 2-3 раза вырастает. Не за счет того, не за счет ингредиентов, а за счет соуса. То же самое с шашлыками. Если соус майонезный, да, или кетчуп с майонезом перемешанный, понятно, что калорийность вот этого кусочка мяса вырастет примерно в 1,5-2 раза. Многие привыкли есть с хлебом. К шашлыку часто идет лаваш. Насколько я знаю, что все, что связано с правильным питанием, оно исключает некоторые сорта хлеба. Как мы можем, опять же, минимизировать вред от мучного в рамках трапезы? Покупать цельнозерновой хлеб. Он продается в магазинах именно цельнозерновой. Не зерновой, а цельнозерновой. И там очень состав у него хороший. Как правило, там соли, сахара даже нет. Там, ну, в общем, нужно посмотреть и выбрать для себя. Если вот прям нужно кусочек хлеба съесть, то, пожалуйста, он подойдет, такой хлеб. Итак, резюмирую. Если мясо, то правильное и правильно замаринованное. Если это гарнир, то овощи и много зелени. Обязательно овощи сырые. Если алкоголь, то немного и разбавленный. Если хлеб, то цельнозерновой. И не забывать про питьевой режим.